Дорогие друзья, с нами вновь в эфире путешественник Николай Николаевич Миклуха-Маклай, руководитель Центра изучения Южно-Тихоокеанского региона, научный сотрудник Центра Юго-Восточной Азии, Австралии и Океане, Институт Востоковедения Российской Академии Наук, ну и основатель, конечно же, и директор фонда имени Миклуха-Маклай. Сегодня мы подводим итоги его недавней экспедиции в Попуа-Новую Гвинею. Николай Николаевич, доброе утро, здравствуйте. Доброе утро, рад всех слышать и большой привет всем слушателям. Действительно, сегодня мы сможем с вами поговорить не просто об экспедиции, а о двух экспедициях. Ведь в мае прошла экспедиция в город, в регион Маданг. Это тот дружественный и близкий нам регион, в котором достаточно долгое время проживал Николай Николаевич Миклуха-Маклай. И там-то как раз и есть берег Маклая. Ну, а Попуа-Новая Гвинея, напомним, она находится недалеко от Австралии, в океане. Это крупнейший остров в этом регионе и второй по величине после Гренландии. Отправился я туда не случайно. Дело в том, что в этот раз меня интересовало изменения, которые могли произойти в связи с активным пользованием интернета. Потому что хороший интернет проложили некоторое время назад. Ну, я предполагал, что, соответственно, влияние вот это внешнее, оно будет достаточно существенным на жителей, коренных жителей Попуа-Новая Гвинея. А их в основном, большинство проживает в деревнях. 87% приблизительно. И население около 10 миллионов. Ну, вот я отправился как раз в деревню и в 10 деревень посетил. Взял собрание сочинений. Первый том, где были описаны именно эти деревни 150 лет назад. Я впервые познакомил жителей этих деревень с тем наследием, с которым мы знакомы. И оно было опубликовано на русском языке. Дневники собрания сочинений Миклух Маклая. Но там достаточно много рисунков. По-русски еще они пока не говорят, не читают. Но рисунки точно могут видеть. И потрясающе то, что они узнали всех. Каждый из деревень. Они видели своих родственников. И помнили абсолютно о каждом, который вставлен в дневниках Миклух Маклая. Вот это, конечно, потрясающее открытие. Во-первых, миграции никакой практически в этих регионах. А во-вторых, очень много начинает строений, заканчивает традиций, сохранилось. Безусловно, влияние есть. И образование начало развиваться достаточно активно в этом году. Появились и школы, которые позволяют учить детей сразу же до активного обучения в так называемых детских садах английскому языку. Потому что на английском языке есть образование. Ну и, соответственно, вот этот момент меня интересовал. Я собрал при этом еще очень великолепную коллекцию. Благодаря тому, что продемонстрировал, как мы организовываем здесь, в России, выставки, рассказывающие об истории Папу-Ново-Гвинеи и наших путешествий. Не только Миклух Маклая, и последующих советских экспедиций, наших современных. Когда они увидели эти экспонаты, они сказали, так, мы хотим быть в этом музее. И принесли мне ряд ценнейших вообще экспонатов, которые сейчас здесь официальным образом вывезены для последующего экспонирования. Поэтому я надеюсь, на следующих еще выставках мы сможем не только услышать интересные рассказы, почитать книги и еще и посмотреть, и увидеть предметы, которые есть только у нас. Ну, это говорить о первой экспедиции. Потом я сделал небольшой перерыв. Около месяца я отправился на озеро Кутубу. Кутубу – это южная Нагорья. Другой абсолютно климат. Не так жарко, как в Маданге. А в Маданге около 30 – это нормальная температура. 23-25 градусов – достаточно холодно. И поскольку находится это на возвышенности, ну, соответственно, немножечко другой климат. Не поверите, там есть даже сыроежки и земляника. Да вы что? И помимо прочего, да, представляете, в тропическом лесу, где казуары, где райские птицы, где белогубый питон, где, вот, например, я сам гладил небольшого детеныша, домашнего животного, скажем так, домашнего питомца с деревни Тугири, недалеко от озера Кутубу, домашнего питомца древесного кенгуру. Древесный кенгуру, да? А чем он отличается от австралийского оригинала? Вы знаете, ну, практически ничем он не отличается. Дело в том, что там во многом они проживают, может отличаться только размером. Во многом животные схожи в некоторых частях Папула Новогвинеи с австралийскими. Но австралийский у нас не древесный. А тут там есть древесные кенгуру, они обычно чуть-чуть поменьше, видимо, похолоднее там. Потому что в Австралии в этот период времени достаточно холодно. Сейчас же там зима. И там... Николай Николаевич, а я вот, чтобы наши слушатели, может быть, те, кто оторвал от интернета, хотя советую, рекомендую посмотреть, что такое древесный кенгуру. Ну, слушайте, тот кенгуру, к которому мы привыкли, у него же, извините, эта морда длинная, как у лося, да? А этот такой с ушками классный, как медведь, что ли, такой медведь и нога. Я не знаю, с чем это сравнить, с крысой водоплавающей. А какого размера эта меховая вот штуковина, вот в высоту, если он стоит на ногах? Она размера, ну, вот, как половина человеческого тела, это, получается, угодно. Они его одомашнили, да, одомашнили. То есть он такие крепкие, большие ноги, руки. Но он весь такой шерстяной, да, такого прикольного цвета, да, такой палевый и коричневый. Слушайте, а как он себя ведет? Он хрюкает, он, как бы, какие звуки-то эта штуковина издает? Невероятно. Я так не знал никогда же. Получилось, вы знаете, каким образом приучили все-таки детеныша. Дело в том, что все-таки взрослый особь, маму, поймали во время передвижения. Ну, мы должны все-таки понять, что это лес и все, что окружает его, это возможность для охоты. Дело в том, что поймали они маму, она не могла передвигаться достаточно быстро и в связи с тем, чтобы был детеныш. И, соответственно, она вот некоторое время, в несколько дней уже проживала в деревне. Ее я видел, она была в таком небольшом зоопарке, который они создали. Ну, а детеныш, соответственно, он был в небольшой сумочке у одного из жителей, который все время с ним ходил и подкармливал. Вот что дальше вырастет и как они дальше будут с ним поступать, я думаю, все-таки отпустит. Ну, потому что совсем детеныш. Вот его как раз я гладил, трогал. Это потрясающе, конечно, чудо. Вот, с такими небольшими пальцами. А он такой, знаете, вот такой мягенький или как дикобраз, вот такой жесткий? Вот он, шерстяночка-то у него какая? Как у кота или как у какого-то? Ой, вы знаете, он просто шерстяной. Шерстяной. Он даже не как кот. Это именно вот прямо погружаешься в такую вот плотную шерсть, которая недостаточно неглубокая, но в то же время очень плотная. И когда, конечно, его гладишь, это чудо. У него огромный хвост. Чтобы мы понимали, этим хвостом он держится. И поэтому в этом плане... Ну, кенгуру сумчатые. Они в этом плане носят детеныша у себя. Ну да. За базухой. Вот таким вот образом. А вообще озеро Кутуба, вы знаете, славится тем, что там не менее 12 уникальных рыб, которые только там и есть. Да, эндемики. И в настоящее время, конечно, это красивейшее место. Потрясающее. А откуда же там, Николай Николаевич, опята-то завелись? Это ваш предок привез сюда, что ли, получается? Вы знаете, вот там он не бывал. То есть в этом плане мы открываем сейчас новую страницу в изучении именно этой части Новой Гвинеи. Там он не бывал. И именно туда я отправился по той причине, что мне было интересно. Там достаточно другие традиции. И, например, вот я вам могу сказать, что, ну, во-первых, там есть интересное захоронение черепов и костей, да. То есть, которое прекратилось около 40-50 лет назад. Это наскальная живопись сделана из использования крови врагов, которых убили или которые убили, да. Соответственно, тех, которые похоронены. Эти два места сохранились. И, не поверите, еще в 70-х годах, когда уже хоронили в гробах, есть место, где они принесли гробы по той причине, что боялись хоронить. Они не знали, что же будет, если они похоронят землю. Здесь все видно. Видно своих родственников. Видно, что они лежат спокойно. Все хорошо. А тут в гроб и закопали. И не знали об этом. И вот, соответственно, эта традиция сейчас уже осталась в прошлом. Но удалось, соответственно, посмотреть, как это все дело расположено. Есть определенная традиция. На 37-й день именно они эти все кости выкладывают. И достаточно длительный ритуал. Определенным образом это делается. Это, конечно, интересно. Другая ситуация точно так же и по семейному укладу. Ну, например, не то, что не возбраняется. Абсолютно нормально раньше считалось иметь пять жен. И если в Маданге, то там семьи в основном с одной супругой, то здесь пять жен это нормально. У меня, конечно, возникал вопрос. Ну, как же пять жен? И всех же надо прокормить. Но это наше видение. Там же не для того, чтобы они кормили. В конце концов, они же рожают детей. Они же работают. И, соответственно, работа там не из простых. Я вот, например, добывал саговую муку полностью весь процесс. Начиная от того, как срубили саговую пальму. Заканчивает тем, как это выдавливалось содержимое. После этого перерабатывалось. Все это делает женщина. То есть, Николай Николаевич, закреплю мысль. Закреплю мысль. Не мужчина содержит пять жен, а они впятером его, так сказать, тянут. Да? Вот как бы. Вот, слушайте. А так вот по логике, да? Если как бы представить себе папуасскую логику. Вы же в нее внедрялись, да? Я так понимаю, достаточно глубоко. Ну, вот, а женщинам, почему так это важно, чтобы у них на пятерых был один мужчина? То есть, это чем обусловлено? Какими взглядами или какой-то реальностью какой-то особенной? Ну, вы знаете, там существует эта традиция из веков. И из века в век переходящая. Ну, я вам так скажу, что, наверное, мысли и думать о том, чтобы было наоборот, у них, может быть, и не было. Вот. По той причине, что там достаточно существовали жесткие законы. К примеру, если женщина, девушка припарковала каноэ вместе с мужчиной, то, первое, это запрещено. А второе, если супруг той девушки, с которой рядом был другой мужчина, увидел это, он должен убить этого соперника. Не вопрос «хочу», а просто «должен». Поэтому... Погодите, то есть, погодите, это как? Это женщина, то есть, может, подставить таким образом кого-то? Ну, как вы думаете? Конечно же, но я думаю, что у них немножко другой менталитет. Они старались все-таки сохранить жизни окружающих своих. Скажите, пожалуйста, Николай Николаевич, а вот женщины в этой формации, да? Ну, потому что мы знаем исламскую традицию, там, в некоторых странах до четырех жен, но мужчина должен содержать, да? Здесь все как бы наоборот. Пятеро женщин берут себе, как сказать, такого вот муженька, да? А они при этом, вот эти семьи, они, ну, вот как бы если... Я понимаю, что у каждой нации или там и тем более у расы, да, разной эмоциональности. Именно поэтому люди иногда совершают ошибку, когда они, ну, скажем так, не считывают эмоциональные сигналы, да, с лица просто. Они другие. И поэтому могут возникнуть личные такие проблемы, недоразумения, когда люди из разных культур, условно говоря, объединяются, например, в семью, а мимика другая, да? Вот, но если расшифровывать то, что вы видели, они вот эти в шестером-то счастливы, как говорится, вот? Вы знаете, они счастливы не то, что в шестером, в двадцатером, я даже могу вам сказать. Каким образом? Объясню вам. Дело в том, что я в настоящее время, конечно, познакомился и с теми, у кого есть и 20 жен. Они находятся в разных абсолютно деревнях. И посмотрите, как большой плюс. Я спросил, ну, как же ты, вот 20 жен, ты же постоянно должен быть занят. Ну, во-первых, они живут в разных местах. Во-вторых, у них, у нас дети, да, с ними, они, соответственно, помогают и работают вместе с супругой. Но, а мало того, это же позволяет иметь хорошие связи и влияние. Я говорю, как? Ну, смотри, через некоторое время мне понадобилась, я находясь в деревне, срочная связь со столицей. Я позвонил этому товарищу, говорю, слушай, ну, может быть, у тебя есть какие-то контакты? Говорит, не волнуйся, все сделаем. Сейчас позвоню жене. И моментально жена побежала, все сделала. При этом нету никаких конфликтов межклановых, потому что, ну, поймите, если они, те же самые родственники, они не будут воевать между собой, поскольку это дети одного отца. Безусловно, вот то, что я сейчас наблюдал, это исключение из правил. В основном, все-таки, там католики и лютеране влияют на то, чтобы семьи были традиционными для европейского восприятия. Но мы должны понимать, что это все-таки в основном распространено именно в тех областях, не городской. Я понимаю, Николай Николаевич, а вопрос, а у этого все-таки очень интересная ситуация такая, да? У нас же любят люди ссылаться в каких-нибудь спорах, в дискуссии, и все время вставляют, а вы посмотрите, как там, а вот там, а сям, ну, когда им удобно какие-то примеры приводить, да, самые экзотические. А вот, а я буду теперь говорить, а вот в папуасах, вот так, мне Миклуха Маклай лично рассказывал. Так вот, вопрос-то какой, а обязанности какие все-таки вот у этого мужа-то, ну, там, если он на пятерых или на двадцатерых, там, сказать, распределен, он вот, есть ли у него какая-нибудь обязанность перед ними? Ну, обязанность, супружеский долг, вы помните же, да? Вот, я не знаю, есть ли именно слово долг. Слушайте, то есть это очень выносливые, выносливые мужчины, да, то есть у них как-то вот в физиологии все замечательно, да, там, здорово. В этом плане, конечно же, ну, во-первых, влияет воздух, вы же понимаете, да, и прекрасное питание, они же питаются рыбой там недалеко, и это да. Ну, я вам должен сказать, что мужчина, конечно же, оказывает и всяческую поддержку, но и участвует, ну, немножечко семьи по-другому организованы, потому что дети нужны точно так же, помощь матери, ну, например, в семьях традиционно считается, что должно быть двое мальчиков, двое девочек. И если по какой-то причине в одной из семей, ну, так получилось, что нету мальчиков, то их принимают из семьи родственников, так, чтобы семья могла выжить. То есть это традиция была, и эта традиция пока сохраняется, то есть адаптирует, принимает в семью, как бы приемного ребенка, ну, начиная с года, если видит, что в семье нету работника. Ну, а что мужчина делает? Он строит хижину, это непростое дело, помогает по сельскому хозяйству. Да, Николай Николаевич, вопрос такой, вы упомянули, да, вот такие сверхспособности, да, мужские, у папуасов, да, семейных, А вы вот там были, я же так понимаю, как человек науки, да, вы, естественно, не консервы привезенные с собой, не завтрак туристы ели, и не кильки, и не шпроты, да, питались местной пищей. Ну, вот вы почувствовали вот несколько дней, так сказать, или недель даже проведя на местном рационе, что как-то вот взбодрилось все не по-детски? Я так элегантно спрашиваю. Ну, во-первых, это позволяет держать себя в форме, конечно же, но однозначно в рационе питания там меньше белка, чем мы привыкли использовать. При этом мне кажется, что это организм адаптирован, мы не проводили этого исследования, но во многих регионах, и в Маданг, и, кстати говоря, вот на Кутубу, точно так же меньше, то есть в основном батат, овощи, жареный банан. По поводу взбодриться, понимаете, все же нужно экспериментировать. Ну, а я держусь, Миклуха Маклай, он сказал, что все ради науки и человечества, но вот эксперименты по поводу брачных союзов на себе я не проводил. Да вы приличный человек, Николай Николаевич, как и мы все здесь собравшиеся. Ну, бетель над я, конечно же, жевал, чтобы вы понимали, это легкий такой наркотический эффект, который, ну, вот, в принципе, люди, которые курят сигареты, наверное, тот же самый, испытывают. Он дает тонус очень хороший. Ну, и чтобы совсем все это дело испытать, я взял орех бетеля, раскусил. Дальше вот такая небольшая баночка с порошком белым, который сделан из мелких-мелких ракушек, он перемолот и потом сварен. Вот это все макаешь, ешь, внутренние полости становится... Николай Николаевич, давайте вот эту историю с маканием оставим на следующую встречу, да, вот такую многоточию поставим. Николай Николаевич Миклух Маклай, основатель и директор фонда имени Миклух Маклай, только в воскресенье вернулся из экспедиции и уже делится с нами увиденным. Спасибо большое.